Краткое жизнеописание пророка Мухаммада и его достоинства. Этот труд составил нуждающийся в прощении своего Господа Хайсам ибн Мухаммад Сархан. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Поистине, хвала Аллаху, Которого мы восволяем и Которому мы обращаемся за помощью. И обращаемся мы к Аллаху за защитой от плохого, что есть в наших душах и от совершения нами плохих деяний. И кого Аллах наставит на истинный путь, того никто не ведет в заблуждение. А кого Аллах оставит без своего руководства, того никто не поведет. И я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и посланником. Аллах Всевышний говорит, «О те, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха достойным его остережением, и не умирайте никак иначе, кроме как будучи полностью покорными ему». Сура Семейства Имрана, аят 102. «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами». Сура Женщины, аят 1. «О те, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха и говорите во всех случаях слово прямое». Сура Ополчившиеся, аят 70. А затем, эти простые слова важны для того, кто имеет хоть какое-то желание узнать о своем пророке, его жизни и его руководстве. Ибн Аль-Каим, рахим Аллах, сказал, «Если счастье человека в этой жизни и вечной связано с руководством пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то для любого, кто желает себе блага, спасения и счастья для своей души, является обязанностью знать о жизни и руководстве пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и о его значимости настолько, чтобы этим он вышел из числа тех, кто не знает об этом, и вошел в число его последователей и сторонников». И люди в этом отношении бывают трех видов – те, которые немного желают знать, те, которые желают узнать много, и лишенные. И вся щедрость находится в руках Аллаха. Он дарует это тому, кому пожелает, и Аллах является обладателем великой щедрости. «Я прошу Аллаха, чтобы он сделал меня и вас из числа тех, кто любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и повинуется ему в том, что он повелел и отстраняется от того, что он запретил или предостерег. «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада так же, как ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, и даруй благодать Мухаммаду и семейству Мухаммада так же, как ты даровал благодать Ибрахиму и семейство Ибрахима. Поистине, ты достохвальный, славный, и хвала Аллаху Господу миров». Продолжение следует...